В трудную ситуацию попали жители многоквартирного дома в селе Табага. Прямо в ходе капитального ремонта объекта подрядчик исчез, не завершив работы. Жильцы дома остались с разобранной крышей, протекающими потолками посреди строительного мусора. Как так вышло и есть ли решение? Репортаж Саргуланы Захаровой. Любовь Ильянова считает убытки. Некогда просторная и светлая квартира теперь больше похожа на старый барак. Штукатурка обваливается, перегородки обуглились, дышать помещение трудно из-за влаги. Ночь в этом доме лил не только на улице, но и в квартирах. Все из-за незавершенного капитального ремонта кровли. Разобрав крышу, строители пропали. Это было с июня месяца, и как бы у них должно было за две недели весь ремонт сделать. Он у них затянулся, приезжали, много было всего. Они сколько тут выпивали. Это же невозможно, сыра дома. Спать-то не находиться невозможно. Когда оно все это высохнет, это все под кредит взято, и я еще и кредит-то не выплатил. Дождевая вода лилась с потолков, и на первом этаже жильцы спасали имущество как могли. Муж Марии Баяновой поднялся на крышу, чтобы закрыть щели. Но попытка спасти близких от дождей чуть не обернулась трагедией. Молодой человек сорвался вниз и получил перелом руки и ушибы лица. Теперь единственный кормилец двух малолетних детей не сможет работать еще три месяца. Впереди вынужденный ремонт, который заметно ударит по семейному бюджету. Все текло ручьем. Не просто капало, а прям текло. Мы не успевали воду выносить. Но так как муж сейчас не будет работать, деньги у нас только по уходу 8 тысяч. И, не знаю, очень сильно ударило. Мы попросили прокомментировать ситуацию в фонде капитального ремонта, который является заказчиком работ и нанимателем подрядной организации. В период эсэха произошла пауза и смена бригады. То есть появились другие строители, которые продолжили эти работы. И буквально в течение недели они опять вдруг исчезают. И порядка двух недель мы не можем найти подрядчика, не можем найти все контакты отключены. На сегодняшний день договор этот расторгнут. И на доработку заключен договор. У нас предусмотрена такая возможность с фирмой «Дуаланстрой», которые на сегодняшний день приступили к работам. Новый подрядчик фирмы «Дуалан» обещает завершить все работы уже через две недели. Сейчас идет составление сметы и закупка материалов. Что касается испорченного имущества, в фонде обещают возместить жильцам все убытки по страховке, которые как раз предусматривают такие ситуации. Ну а пока жителям остается только ждать и надеяться, что эти средства покроют все расходы. А в квартирах, наконец, погода станет лучше. Сарглана Захарова, Дмитрий Сергучев, НВК «Саха», Якутск.